МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями. Минувших выходных и понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пыречкина. Сегодня в выпуске. Бюджет по осени считают. Кабинет министров Чувашия внес поправки в республиканский закон. Генофонд нации. В Чебоксарах состоялась научно-практическая конференция, посвященная здоровью женщин. Пластика, изящество, аграция. В Новочебоксарске завершился чемпионат Чувашии по художественной гимнастике. Недобросовестные застройщики могут попасть в черный список. В республике участили случай нарушения графика возведения жилых домов. Эту ситуацию обсудили сегодня на утреннем совещании члены правительства. Тема продолжит. Дмитрий Ковалев. На средства дольщиков в республике возводится более ста жилых домов. Но по графику работы завершает не каждый подрядчик. О переносе намеченных сроков сдачи объектов объявили сразу в шести строительных организациях. В Министерстве Чувашии осуществляется контроль за целевыми использованиями застройщиками денежных средств, уплачиваемые участниками долевого строительства договора для строительства на квартирных домах. За истекший период текущего года министерствам проведено 279 камеральных проверок и 2 внеплановые выездные проверки, по результатам которых подписано 66 предписаний. Возбуждено 62 административных дел. Отстающих призвали к ответу у застройщиков свои аргументы. У нас дом готов на 95%. У нас одна существенная проблема. То есть мы этот дом приобрели по аукциону. Там не было в тех заданиях, что за тех подключений мы должны коммунальным технологиям заплатить. Вот у нас такие проблемы возникли. При покупке этого объекта не было обременения о выплате коммунальным технологиям долга Честера. Сегодня коммунальные технологии с нас требуют этот долг. Размерить 9 миллионов. Продавайте свое собственное имущество на какой-то период времени, чтобы рассчитаться и снять этот социальный вопрос. Вы же шли на риски. Что покупали, вы знаете. Вы же в магазин, когда идете, любой товар покупаете, считаете в семейном бюджете, какие финансовые средства, что покупать, по чем покупать, какого качества товара покупать. Претензии к застройщикам по закону и по заключенным договорам могут предъявить только дольщики. Но администрации и муниципалитетов тоже не остаются в стороне, помогая в решении спорных вопросов. Помогаем решать серьезные проблемы по части технической, это по электроснабжению совместно. Находимся в постоянном контакте. Я думаю, что вторую позицию дом они сдадут где-то, наверное, в январе. Сейчас завершается строительство позиции 2, там еще порядка 146 граждан участников долевого строительства. Строительные работы будут завершены в декабре, сдача планируется в январе месяце. За время руководства организации мы не привлекли ни одного нового участника долевого строительства. Все финансирование производится за счет инвестиций коммерческого банка. За стройщиком выдвинули жесткие условия, наверстать упущенное. Проблему создали теперь, теперь мы будем вмешиваться, теперь мы будем тратить на все это время, понимаете, чтобы эту энергию, эти ресурсы направлять на другие цели. На планерке обсудили и грядущее утверждение тарифов на коммунальные услуги. Работа идет по плану, но пока не удается согласовать цены на утилизацию отходов. Не уточнены технические задания, не утверждены, инвестиционная составляющая сегодня городом не рассмотрена. Вот мы ждем, пока город согласует, данную проблему разрешит. Глава администрации Чебоксар подчеркнул, что в управлении отходами поменяли подход к тарифам. Перевод с одного куба на тонну по вывозу мусора, по нашей оценке, привлечет к росту платы граждан в 2-3 раза. Поэтому здесь нам нужно подойти очень взвешенно, аккуратно и максимально вникнуть в эту ситуацию. Мы все удорожания не можем переложить на население, это тоже практически, мы понимаем, это тоже правда по сути дела. Но с населением нужно работать, если мы хотим жить в чистоте, тем более тарифная составляющая в общих тарифах не такой большой процент. Самая главная позиция федерального центра такая, вот все машины сейчас ездят, да, мусор вывозят, люди им заплатили, мы с вами заплатили, перевозчикам мусора. Дальше задача стоит такая, чтобы эти перевозчики мусора привезли и плату получили уже на полигоне. Предварительные расчеты стоимости 1 киловатта электричества уже готовы. 3 рубля и 11 копеек для горожан и 2 рубля 18 копеек для жителей села. Рост тарифов, отметил Михаил Игнатьев, не должен превышать уровень инфляции. Медриковалев, Иросель Мухаммедов, Республика. Сегодня же члены Кабинета министров внесли очередные поправки в республиканский бюджет. Изменения коснутся двух траслей – здравоохранения и культуры. Параметры республиканской бюджеты Чувашской республики на 2016 год составят по доходам 41 миллиардов 266,7 миллиона рублей. Рост к уровню 2015 года в целом это будет на 1,2 процента. В том числе по безвозмездным поступлениям 16 миллиардов 128 миллионов 400 тысяч рублей. Дополнительные средства будут выделены на закупку медицинского оборудования и новых автомобилей скорой помощи. Более 60 миллионов рублей направят на реконструкцию 9 больниц, еще 50 на приобретение лекарственных препаратов. Общая сумма увеличения 195,9 миллионов рублей. По здравоохранению у нас изменения идут по двум разделам. Это раздел здравоохранения 144,8 миллионов рублей. Раздел социальная политика 51 миллион рублей это лекарственное обеспечение. В целом по текущему году на здравоохранение с учетом ТФОМСа более 14 миллиардов будет направлено. Это к уровню прошлого года больше чем на 1 миллиард 222 миллиона рублей. В сферу культуры будет направлено более 50 миллионов. Большую часть планируют потратить на реконструкцию зданий и приобретение нового оборудования. Все средства, которые выплачиваются на программу оказания медицинской помощи, то есть как сказала уже в своем докладе Светлана Александровна, у нас идет увеличение в этом году средств в целом почти на 3%. Скоро телепрограммы о нашей республике, чувашской культуре, смогут увидеть и жители центральной части России, в том числе и чувашская диаспора. Национальное телевидение Чувашия начнет трансляцию своего эфира через спутниковые антенны. Из бюджета на эти цели будет выделено 26 миллионов рублей. В течение трех месяцев работа будет проведена и где-то в марте месяце этот сигнал должен пойти. Вся работа организационная, Михаил Васильевич, проведена, поэтому это действительно такое глобальное решение. Во-первых, часть инвестиционной привлекательности. Мы можем говорить и о туризме, о экономике, о культуре, обо всем. Мне очень много вопросов задавали. На самом деле люди правильно задают эти вопросы. И тем самым мы разрешили историческую проблему. К сведению хочу сказать, мы работали Ростелекомом, работали другими компаниями. Но там практически 500 миллионов рублей нас требовали для того, чтобы дать возможность. Это слишком дорогое удовольствие. Поэтому мы нашли другой вариант, в данном случае альтернативный вариант. Изменения в бюджет внесены в повестку дня очередной сессии Государственного совета. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. А 14 ноября на еженедельном совещании с членами правительства глава Чуваши отметил. Многофункциональных центров в республике построено достаточно. Необходимое количество окон сформировано. Однако от жителей города Чебоксара поступили жалобы. Мол, многие окна не работают. В очереди приходится сидеть отнюдь незаявленные. 15 минут. Прошло почти две недели. Как обстоят дела в МФЦ сейчас, выясняла наша съемочная группа. Многофункциональные центры создавались для удобства жителей. Практически за любой государственной или муниципальной услугой теперь можно обратиться в одно окно. В перечне доступных сейчас 162 услуги и он постоянно пополняется. А с февраля 2017 года здесь даже начнут выдавать паспорта. В учреждении не скрывают. Посетителей много. На официальном сайте даже есть график загруженности в течение дня. Согласно нему, самое напряженное время – с 10 утра до часу дня из 15 до 18. Впрочем, судя по всему, в загруженности сотрудников виновата не только популярность МФЦ. Предыстория. Днем 14 ноября в МФЦ в юго-западном районе из 19 окон работало 2. В здании на улице Ленинградская из 32 функционировало только 8. Судя по отзывам в интернете, похожая ситуация была и в последующие дни. Приходится ждать долго. Сегодня хотела заказать справку о кадастровой стоимости квартиры. Подождала 45 минут и ушла ни с чем. Мой номер был 41-й. Люди с номерами после меня прошли, а я так и осталась ждать. Окна есть, сотрудников в них нет. Именно такую картину мы увидели днем 25 ноября в Новочебоксарском МФЦ. Впрочем, и толпы народа в разгар рабочего дня тоже не было. Сейчас я тоже возьму талон, например, на получение заграничного паспорта. Вполне популярный услуг, особенно в преддверии новогодних праздников. Мой талон номер 176. Время выдачи 14.43. Ну что ж, меня вызывают к 21 окну. Время 14.47. Чтобы убедиться, что такое короткое время ожидания не делало. Рук администраторов, которые увидели камеру, мы пообщались с людьми. Здравствуйте, Национальное телевидение Чуваши. Подскажите, пожалуйста, как долго ждали в очереди? Подошли, сразу, ровно никого. Сразу же? Как вообще оценивать работу МФЦ? Хорошо. Ясно. Много раз приходится приходить или вот сразу, например, подать документы? Один раз пришли, в следующий раз уже забрали. Вот сейчас задали, в среду придем, готовы будут. Спасибо. Удачи. Большое количество неработающих окон директор объяснил тем, что сотрудники на обеде. Его ставят в часы, когда нет наплыва посетителей. Впрочем, авралы, конечно, случаются. Ну, такие ситуации тоже бывают. Это связано с боем в программе. Такие бывают. Сработаем с великомы. То есть, мы же связаны непосредственно с... Порталом, госуслугой. Да, госуслугой, интернетом. Это было. Ну, и был случай, когда был гололед. Люди просто не шли. Вот, пятница, субботу. И в понедельник не работает у нас Росеевсер и революционная служба. И вот наплыв разовый такой. Описываемые события как раз пришлись на выходные перед 14 ноября. Один ФЦ не показатель. Мы едем дальше. Здание на Ленинградской улице в Чебоксарах. Здесь неработающих окон почти нет. В зале ожидания на вопрос, долго ли сидите, нам называют 5-7 минут. Ситуация повторяется в Новоюжном районе Чебоксар. Давно сидите? 7 минут. Много людей перед вами. Сейчас 104-й, мой 105-й. Ложку дегтя в бочке меда мы таки нашли. Здравствуйте, национальное телевидение. Как вас обслужили, вам по ценам? Очень хорошо. А долго приходилось ждать в очереди? Нет, не так уж долго, но сидели немножко. Сколько? 25 минут примерно. 25 минут. А вы предварительно записывались или пришли, взяли талон? Нет, просто пришли, взяли талон. Иными словами, многое зависит от сопутствующих обстоятельств. Кстати, вероятность того, что вам придется коротать драгоценное время на диванчиках в МФЦ, будет значительно ниже, если заранее записаться по телефону или в интернете. Статистику употребления наркотических средств, совершенствование системы медицинской помощи, создание единого профилактического пространства. Главная тема заседания антинаркотической комиссии. В этом году в республике официально зарегистрировано около тысячи человек с диагнозом наркомания. Под наблюдением находится более двух тысяч человек. В зоне риска не работающие и не обучающиеся, либо стоящие на учете граждане. По статистике, 90% зависимых – мужчины. Эта категория людей требует постоянного внимания и наблюдения. Специалисты говорят о положительной динамике. В первом квартале 2016 года прошли обследование 1304 человека в 35 образовательных учреждениях. Потребители наркотических средств и психотропных веществ не были выявлены. Результат профилактической работы, как уже сегодня говорилось, это снижение заболеваемости. Всего зарегистрировано 26 несовершеннолетних потребителей наркотических средств и 33 несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ. Несовершеннолетних с диагнозом в зависимости от наркотических средств, то есть наркоманов, у нас в республике не зарегистрировано. Такая статистика могла бы порадовать, если бы не одно «но». Выявить несовершеннолетних наркоманов на практике не так просто. Отсутствует законодательный регламент, который может обязать человека пройти диагностику на употребление наркотиков. В арсенале медиков только метод убеждения. Министр здравоохранения ставит на первый план психологическую работу, а уж потом – профилактику и лечение. Большую роль играет работа профильных ведомств. Эффективное и конструктивное взаимодействие дает реагировать всем нам на отдельные сигналы, по отдельным микрорайонам. Межведомственное взаимодействие – ключ к решению многих вопросов. Приоритетное направление – это профилактика ранней наркомании. С подростками проводят профилактические беседы. Не последнюю роль в этом играет гражданская позиция общества. Ящики доверия, акции сообщей, где торгуют смертью, «Киберпатруль» тоже приносят свои результаты. За три месяца удалось закрыть путем обращения прокуратуры 34 сайта, продававших на катетический слайбах. А также в городе «Чебоксар» было уничтожено в семнастах содержащих тексты и рекламированные наркотические вещества. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Развитие молочного скотоводства – одно из важнейших направлений аграрной политики Чувашии. Проблемы и перспективы этого сегмента АПК обсудили на выездном совещании в Красноармейском районе. Понять, как развивается животноводство в Республике, лучше всего на конкретных примерах. Деревня Яманаки, что в Красноармейском районе – важное событие. Здесь открыли новую ферму на 400 коров. Строительство шло два года, объем инвестиций составил 58 миллионов рублей. Я горжусь вот с такими предприятиями, то, что у нас в районе есть. Это Красная Сорма, Валит и Караева, которые действительно на сегодняшний день работают над реконструкциями и строят постоянно, в плане уже строить и дальше телятник, потому что поголовье будет расти, и для того, чтобы их разместить, нужны еще новые здания. Современные технологии содержания животных предусматривают все до мелочей. Просторные помещения, термопоилки, сбалансированный кор. Есть даже специальная программа управления стадом, ведь от этого зависит надое качество самого молока. Здесь доильный зал, коротко, и молоко в соприкосновении намного меньше получает, и поэтому оно и качество должно быть. Плюс еще оборудование довольно-таки новое, новое оборудование, оно всегда уже лучше. Конечно, все это требует немалых финансовых вложений, и тут очень кстати субсидия. Сейчас в стране действуют 54 вида поддержки сельхозтоваропроизводителей. В будущем их планируют объединить до 7 подпрограмм. Будет возможность в этих группах без согласования с Минсельхозом России принимать более оперативные решения на местах, делать перераспределение. Заключаются соглашения на 5 лет. За это время мы берем обоюдные обязательства, мы оказываем грантовую поддержку, фермер со своей стороны обязуется. Первое, не отчуждать имущество, создать рабочие места, дать развитие по тому плану, который он защитит на комиссии. И по истечении 3 лет, после того, как он получил грантовую поддержку, это дается на свои деньги, как 18 месяцев, он имеет право воспользоваться грантом, как семейные, живописные фермы. Сейчас при выделении субсидий учитывается количество созданных рабочих мест. С будущего года добавят еще один показатель, производственный. Заключается соглашение с получателем субсидии. Получатель субсидии осваивает. Мы вас просим те показатели, которые мы вам вызначаем, достичь их, потому что, если вы их не достигаете, мы обязаны изъять у вас эту субсидию обратно. К вам мы штрафных санкций не применяем, но по отношению к бюджету применяются штрафные санкции. И поверьте мне, к миллионам идут штрафы в миллионах. Не хотелось бы отдавать денег из республики. Все эти меры направлены на развитие животноводства. Республика готова помочь тем, кто намерен обеспечить жителей качественным мясом и молоком. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Олег Кикимов, Республика. Открытый урок на тему женского здоровья провела в республике главный акушер-гинеколог России Лейла Адамян. Эта тема была посвящена научно-практическая конференция. Президент Общества репродуктивной медицины, вице-президент Ассоциации гинекологов-эндоскопистов России, автор 17 изобретений и многочисленных трудов в области гинекологии, практикующий хирург и главный акушер-гинеколог России. За свою жизнь Лейла Владимировна провела не одну сложнейшую операцию. И все же, считает она, оперативное вмешательство – это крайняя мера. Любую болезнь можно предупредить. Поэтому так важно не пренебрегать визитами к специалисту. Но самая большая задача и самый главный результат, чтобы каждый человек, услышав нас, понял, что он отвечает не только за свое здоровье, не только за свой очаг. Бодство будет счастливое, юность будет радостная и плодовитая, а наша старость будет в радость. Здоровье женщины – это не только ее здоровье, но и качество жизни будущего поколения. Эта мысль так или иначе звучала о выступлениях всех участников конференции. Чтобы быть мамой, нужно о своем здоровье беспокоиться с самого детства, с самого младенчества. То есть мамочка должна о ребеночке своем заботиться за чате этого ребеночка. И обязательно отец должен быть здоров. Репродуктивному здоровью населения Чувашии будет посвящен весь следующий год. Указом главы республики он назван годом матери и отца. Семейные ценности, ценности матери и отца, они очень важны. В любом цивилизованном государстве действительно подчеркивается важность и значение матери и отца, поскольку это является залогом успеха, залогом развития и развития наших с вами детей. Сохраняя традиционные семейные ценности, сказал глава республики, мы улучшаем демографические показатели. Создаем благоприятные условия для полноценного развития детей. Конференция прошла в канун Дня матери. В дальнейшем вот эти открытые лекции для нашего населения будут по всем специальностям. И поверьте, тогда мы будем намного образованнее с позиции знаний здравоохранения. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Сочинение возвращается. В декабре выпускникам школ предстоит написать творческую работу по литературе. Без нее допуска государственной итоговой аттестации не будет. Чтобы подготовиться к важному экзамену, школьникам нужно выйти за рамки программы. Живой урок состоялся сегодня в столичной гимназии номер 4. Ибо почти все представители рода толстых, я имею ввиду помощскую линию, это были представители офицерского корпуса России. Они защищали отечество во всех войнах. Провел урок старший научный сотрудник Музея Льва Толстого Ясная Поляна Игорь Савинов. Потрясающий рассказчик он соединил в одну целую две истории – рода толстых и огромной страны – России. Они тесно взаимосвязаны. Эта лекция стала завершающей в школьном проекте «Литературная гостиная». Все, что ребята слышали в этих поездках от людей, которые являются специалистами в тех или иных областях, то, что они увидели собственными глазами, не может не помочь им в написании сочинения. Это кладезь просто материала, которым они смогут, как мне кажется, воспользоваться. Потому что на сегодняшний день мы уже прошли пушкинскими тропами, тропами Ахматовой. Итогом стала «Литературная гостиная», гостем которой стала Ксения Владимировна Меньшикова, старший научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ахматовой в фонтанном доме города Санкт-Петербурга, руководитель детских программ музея. В апреле 2016 года мы прошли тропами Бунина, Тургенева и Толстого. Для школьников такие уроки – возможность узнать что-то новое, выйти из рамок школьной программы, получить знания от людей, которые являются непосредственными хранителями истории русской литературы. Литература, она входит во все области жизни, и она нужна каждому, кто живет в России, он должен знать историю, русскую литературу. Это и необходимо, и полезно, и интересно. Почему? Ну, потому что сейчас у меня в жизни такой период, когда я все больше и больше интересуюсь литературой, потому что я вам сказал о том, что у меня две дороги, и та дорога, которой я хотел попойти, это именно дорога литературы. То есть это для меня как источник вдохновения, как источник знаний, источник каких-то устремлений, планов и так далее. То есть все то самое интересное и самое вдохновляющее в моей жизни, что у меня сейчас есть, это, конечно, неразрывно связано с литературой. Новый федеральный государственный образовательный стандарт обязывает школьников заниматься внеурочной деятельностью. Но делают они это с душой. Живые уроки вызывают огромный интерес. Это ребятам необходимо, потому что такие живые уроки расширяют, закрепляют знания по школьным предметам, повышают интеллектуальный, культурный и духовный уровень ребят, воспитывают гражданскую позицию, патриотизм, развивают также и творческие способности. И все это они могут использовать на сочинениях, которые будут проходить 7 декабря. Насколько лекции в рамках учебно-просветительского проекта полезны для школьников, станет известно уже через несколько дней, когда им придется писать сочинения. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Ежегодная традиционная спартакиада работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашия подошла к концу. В прошедшую субботу состоялся ее заключительный этап. 500 самых спортивных представителей министерств и ведомств, администрации районов и городов Чувашии приняли участие в заключительной серии игр. Мотивации у всех разные, но желание одно – доказать себе, что здоровый образ жизни – это про тебя. «Я принял участие во многих видах спорта. Успешно выступили в футболе, в лыжных гонках. Коллектив небольшой, но для всех у нас хватает места в команде. Потому что виды спорта подобраны таким образом, чтобы могли участвовать все. Не обязательно иметь мастерские звания или спортивный разряд». В Чебоксарском центре маунтинбайка прошли финальные соревнования по плаванию, волейболу и дартсу. «Сегодня мы участвуем в двух видах – это плавание и дартс. В дартс участвуют только мальчики. Работа у нас специфическая, вы сами понимаете, приходится нелегко. И только крепкие духом и телом люди способны, я считаю, преодолеть все трудности, которые на нас сейчас валились». Сплоченная в спорте команда хорошо трудится и на своих рабочих местах. Многое зависит и от самих руководителей. «Вы создаете благоприятную следу, чтобы люди или ваши спорщики смогли сходить на тренировки, разные рабочие дни, на трени, на швейке работают ночью, письма пишутся ночью, законотворческая работа тоже получается намного лучше». Первое место в эстафете по плаванию разделили между собой команду Минспорта Чувашия и МЧС России по Чувашской Республике. Самые ловкие волейболисты оказались в команде Минтруда Чувашии, а самыми меткими были признаны стрелки команды Минфина Республики. Всех победителей физкультурно-спортивной спорта Киады наградили дипломами, медалями и кубками. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. 180 тысяч тонн снега вывезли коммунальные службы за минувшие выходные с улиц города. Мокрый снег продолжится и в последние дни осени. А зима в Чувашии начнется морозами до минус 20 градусов. Ночью с 28 на 29 ноября синоптики ожидают мокрый снег, юго-западный ветер с порывами 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от нуля до минус 5, днем от минус 1 до минус 6. В среду 30 ноября местами пройдет небольшой снег, температура понизится до минус 15 ночью, на дорогах образуется гололедица. В четверг 1 декабря похолодание продолжится, ночью температура упадет до минус 20 градусов. Днем ожидается от минус 9 до минус 14 градусов и гололед. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин